МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТВ-21+, в студии Татьяна Куфенко. Коротко о главных темах выпуска. Вальс, полька и кадриль – гости офицерского бала – окунулись в эпоху 19 века. Мы бы, наверное, рекомендовали поставить в первую очередь перед собой три вопроса. Кто будет ездить на этом самокате? Где и как? Тротуар для пешеходов или самокатов. Кирилл Грапиняк изучает правила дорожного движения. Это очень важно. У нас электронные истории болезней. И теперь это все будет конкретно за каждым пациентом. Вся его информация будет храниться у него. В Мурманской областной больнице новые кардиографы. Что умеют современные аппараты? В стране подвели итоги всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2023 году. Своё мнение выразили больше 10 миллионов человек. О результатах рассказал вице-премьер Марат Хуснулин. В масштабной акции участвовала и Мурманская область. Больше 50 тысяч северян выбирали среди 38 площадок на территории Кольского полуострова. Это не только парки и скверы. В областной столице, к примеру, люди голосовали за создание экологических троп на территории спорткомплекса Снежинка, горе Горелый, озере Среднем, а также за экскурсионный маршрут – озеро Чайка, лабиринт озера Рогозера. Назвать победителей должны на итоговой конференции Министерства строительства Российской Федерации. Норникель провел предварительные консультации с представителями коренных народов Севера, в Лавозере и Краснощелии в связи с перспективами разработки крупнейшего в России калмазерского месторождения лития. В диалоге также участвовали представители власти, Росатома и независимые эксперты в области прав коренных народов. Самая главная задача сегодняшней консультации – это первое – это информирование. Как можно более широко и как можно более полно проинформировать о планах компании по разработке этого проекта, о том, как происходят эти процессы, о том, какие требования и нормы. Будут проходить и будут соблюдаться. И вторая задача – это, конечно же, установление диалога. В международных стандартах такие консультации называются добросовестными консультациями. И это в том числе подразумевает добрую волю сторон делиться информацией друг с другом на очень ранних стадиях. Довольно честно, я думаю, со стороны компаний именно в таком формате информировать. С тем, чтобы не было ведомовок, с тем, чтобы коренные народы не узнавали информацию и связь массовой информации, чтобы это был действительно прямой канал связи. Весной Норникель и Росатом подписали соглашение о намерении реализовать совместные проекты по освоению колмозерского месторождения и переработке литийого сырья. Планы это пока далекие. Геологические исследования запасов проводились еще в 50-х годах прошлого века. Поэтому сначала предстоит верифицировать большую часть полученных ранее данных. Встреча прошла, на мой взгляд, очень даже неплохо. Вопросы максимально возможные, которые возникли сегодня, мне кажется, все задали. В процессе дальнейшей встречи, я думаю, что вопросы еще какие-то будут возникать, и дальше они будут задаваться. Сегодня, мне кажется, мы довольно-таки конструктивно поработали, пообщались. Вопросы, конечно, возникать будут. В предполагаемом районе реализации проекта есть оленеводческая база. Это хорошо, что на таком этапе еще это все советуется, спрашивает. Да, действительно, можно и согласовать, и, может, СКПК какие-то свои шаги предпримет, ну, как бы для, ну, немножко оленеводственного переделать или что-то. Может, и все заинтересованы, все будут в том, чтобы оленеводство развивалось. Может, и от нас же тоже это зависит в какой-то степени, чтобы мы какой-то первоначальный шаг сделали. Норникель и Росатом намерены в ближайшее время собрать информацию не только о людях и традиционных промыслах в районах реализации проекта, но и о значимых для культуры коренных народов местах. О подходах к проведению этнографических и социологических исследований также шла речь на консультациях. Илья Комлев, ТВ21+. В Мурманской областной больнице появились новые кардиометры. Главная задача аппаратов та же, что и у прежних – снять кардиограмму. Однако врачи уверяют – это новый уровень медицины. В чем принципиальная разница, узнал Даниил Скуратов. Идет цифровая запись, которую видит доктор функциональной диагностики. Она приходит к нему в полном объеме. Новые кардиометры появились в Мурманской областной больнице имени Баяндина. Приборы позволяют проводить диагностику сердца и получать качественную ЭКГ независимо от того, где находится пациент – в палате, квартире или машине скорой. Он указывает на ошибки прикрепления на тело, весит в несколько раз меньше других кардиографов, не расходует пленку, а сразу выводит информацию на планшет лечащему доктору. И может моментально отправить ее в любую поликлинику региона. При неотложных состояниях, таких как инфаркт, не надо вот эту логистику, что прибежал, дождался. То есть все, пленочка уже у него, и он может описывать, и все это идет в историю болезни. Это очень важно. У нас электронные истории болезни. И теперь это все будет конкретно за каждым пациентом. Вся его информация будет храниться у него. Такие аппараты особенно необходимы людям в тяжелом состоянии. Обычный процесс обследования пациентов с кардиопатологиями, по словам врачей, изменится мало. Это все тот же электрокардиограф. Только данные о болезни за разные промежутки теперь будут храниться в цифровом формате на защищенном сервере. Это позволит врачам быстрее получать к ним доступ, а значит сократить время осмотра и очереди в медучреждении. Данил Скуратов, Павел Третьяков, ТВ21+. Иностранная техника для российских компаний и образовательных учреждений стала недоступна. К счастью, отечественная замена есть. В Мурманском индустриальном колледже студенты опробовали сварочное оборудование российского производства. Ну что, как ты? И как впечатления? Сварит он мощно. Даже очень хорошо. Я думаю, будет хуже. Алексей Богдановский решил собственноручно опробовать новое сварочное оборудование. Вероятно, именно на таком скоро будет работать выпускник Мурманского индустриального колледжа. Привычная финская техника для российских промышленных компаний стала недоступна. Сегодня мы вместе с работодателями пригласили 15 компаний, которые занимаются сварочным производством. И будем изучать новое оборудование, новые сварочные аппараты. Будем их приобретать для того, чтобы увеличивать мощности нашего учебного заведения в области сварочного производства. И чтобы в одну смену наши студенты занимались практическим обучением. Финские аппараты заменят отечественные из Крыма. Конкретно этот стоит порядка полумиллиона рублей. Впрочем, для колледжа обещали сделать хорошую скидку. По словам экспертов, это оборудование зарубежному не уступает, а в некоторых показателях даже превосходит. Наше оборудование более компактное. Оно представлено в форме модуля, универсального модуля на тележке. Кроме того, оно уже разработано для участников чемпионатов и демо-экзаменов WorldSkills. То есть все соответствует непосредственно требованиям чемпионатов и дополнительной комплектации не нужно. На новые техники руководство колледжа не планирует останавливаться. В 2024 году учреждение станет участником федерального проекта «Профессионалитет» и, возможно, получит финансирование на создание сварочного полигона. Элина Шегенова, Татьяна Лежняк, ТВ21+. Все больше мурманчан пользуются индивидуальными средствами мобильности. За сложным названием стоят уже привычные нам самокаты и велосипеды. Но теперь они чаще всего электрические. Становится ли пешеход водителем, если его везет такой транспорт? Какие правила нужно соблюдать, находясь на тротуаре? В запутанной схеме разбирался Кирилл Грапиняк. Наступило лето, и множество электросамокатов появились на улицах города. В этом году в Мурманске они пользуются большим спросом, так как это удобно и не требует никаких навыков. Просто встал и поехал. Но это не всегда может быть безопасно. В первый день лета 11-летняя девочка точно так же, как и я, ехала на самокате. Проезжая рядом с остановкой, она не смогла нажать на тормоз, съехала с обочины и врезалась в общественный транспорт. Ребенок получил серьезные травмы. На настоящий момент он обслужен в лечебном учреждении, и по данному факту проводится проверка. Самое оживленное место – это центр. Здесь повсюду расположены точки проката и также много опасности. Увеличенно набираешь скорость и не замечаешь проезжающую машину. Причин таких аварий может быть множество. Отсутствие навыков езды, невнимательность, нарушение скоростного режима, неровности дороги. Прежде чем использовать электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и прочее, следует обезопасить себя. Мы бы, наверное, рекомендовали поставить в первую очередь перед собой три вопроса. Кто будет ездить на этом самокате, где и как. Не все, к сожалению, регламентировано законодательно. В данном случае нужно, наверное, использовать меры безопасности как таковые и руководствоваться в первую очередь правилами для пешехода. Именно так сейчас до Юра определен статус тех людей, кто управляет средствами индивидуальной мобильности, не только электросамокатами. Мы спросили у жителей города, соблюдают ли они при катании хоть какие-нибудь правила. Ну, по тротуарам, в принципе, ездить. Не по дорогам и скоростной режим соблюдать. Ну, такого, что, в принципе, интуитивно понятно, я не буду нарушать. Ну, куда-то наезжать там и прирушать кого-то сильно, там, разгоняться. Ну, ждем светофора, на красный не едем, только на зеленый. Стараемся ехать по дорожкам, ну, по этим, которые, по разметкам. Перед тем, как кататься, обязательно изучить требования безопасности, правила дорожного движения. За 2021 год в России было зарегистрировано 672 ДТП с участием самых разных средств индивидуальной мобильности. В них погибло 20 человек, среди которых был и один ребенок. Ранения получили 705 человек, из которых 133 были дети. Прошлым летом по центру Мурманска нанесли специальную разметку. Она разграничила велодорожки, предназначенные в том числе и для электросамокатов, и, собственно, тротуар для пешеходов. Однако не все обращают внимание на разметку. Многие люди не задумываются о том, что могут попасть под колеса проезжающему велосипеду или электросамокату. Появляется новая проблема. Люди на самокатах становятся опасностью для пешеходов. Сейчас, когда появились электросамокаты, травмы – это, можно сказать, бич летнего времени, когда достаточно много детей поступает к нам с травмами. Там ушибы, ссадины, там переломы без смещения. По словам врача, в сезон в травмпункт ежедневно поступает в среднем не меньше двух пострадавших. Геннадий Лаврушин рекомендует северянам быть предельно внимательным перед поездкой, надевать шлемы и наколенники, а родителям контролировать своих детей, которые уже доросли до электросамоката. Я считаю, что это определенный вид спорта. Ну, это ведь ленивый вид спорта. Не знаю. Удержаться на самокате – это тоже искусство. Надо четко ограничить район, где бы они могли кататься, и там пусть катаются. Ну, вообще-то надо на нормальных кататься, а не на электро. За последнее время очень положительно. Мы только два дня назад на них покатались первый раз. И как вам ощущения, как опыт? Потом ходить лень. Хочется уже купить себе такое же. Но не стоит забывать, что реальная жизнь – это не компьютерная игра, где ты сможешь при столкновении начать уровень заново. В жизни все и правда гораздо серьезнее. Скорая, ушибы, переломы. И лишь в лучшем случае вы отделаетесь испугом. А главное – будьте аккуратны на дорогах. Как в качестве пешехода, так и за рулем самоката. Кирилл Герпиняк, Артемий Букшин, Александр Грачев, Павел Удалов, ТВ21+. Новости на ТВ21+, продолжаются. Спасибо, что остаетесь с нами. На тренировочном полигоне в Баренцевом море прошли учения сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота. Десять судов, подводные, летательные аппараты и водолазные катера успешно выполнили задачу. Сохранили жизнь экипажу подводной лодки. Сценарий последних учений Северного флота не уступает сюжету голливудского боевика. На подводной лодке «Калуга» случилась авария. И теперь она лежит на грунте в губе Эйномотовского залива Баренцева моря. Учения проводятся каждый год, чтобы поддерживать установленную боевую готовность флота, чтобы подводники не боялись и знали, что их спасут, что мы придем к ним на помощь, чтобы не волновались жены, матери наших героев-подводников. Поиском подлодки занимались надводные корабли, вооруженные гидролокационными комплексами, а также противолодочный самолет Ил-38. Когда «Калугу» обнаружили на глубине 50 метров, к делу приступили судно «Георгий Титов» и подводный обитаемый аппарат АС-34. «33-й! 33-й! Я 31-й! Меняем позывной!» Спасатели отработали посадку на комикс-площадку подводной лодки, вскрытие люка и эвакуацию экипажа. На отработку всех этапов у служащих ушло несколько часов, после чего «Калуга» благополучно всплыла и команда вернулась на юборд. В Мурманске прошел офицерский бал. Военнослужащие и их дамы продемонстрировали на паркете, чему научились на тренировках. На один вечер пары перенеслись из века 21-го в 19-й, а с ними и Александра Пескова. Платье в пол, парадные костюмы. Нет, это не маскарад, а заполярный офицерский бал. Его участники словно сошли со страниц романа Анна Каренина. В программе вечера – катильон, вальс, полька, кадриль. Чтобы блистательно выступить на паркете, танцоры усиленно тренировались на протяжении четырех месяцев. «Также нам преподавали этикет, правила поведения себя. Это, я считаю, очень важная и неотъемлемая часть подготовки к балу. Потому что не каждый мужчина может знать, что нельзя бросать свою даму после танца, а именно провести ее обратно к своему месту, куда она скажет». Главная идея бала – познакомить северян с культурой 19-го века и произведениями знаменитых композиторов тех времен. Разумеется, для этого нужна живая музыка. После того, как я прошла обучение в Санкт-Петербурге, я попала в Мурманск и решила, что вполне возможно, здесь можно реализовать свою давнюю мечту. И благодаря входу президентских грантов мы смогли сделать это мероприятие таким, каким вы его видите сегодня – красивым, парадным, праздничным. Гости приехали на торжество из разных уголков области – Сафонова, Североморск, Ведяева, Гаджиева. Несмотря на то, что бал называется офицерским, попасть на него смогли и военные, и гражданские пары. Александр Пескова, Максим Чинкин, ТВ21+. Мурманская лига КВН завершила четвертьфинал. На сцену вышли 12 команд. Это и опытные юмористы, и новички. О лучших шутках и главных гостях расскажет Лада Егорова. На четвертьфинал в Мурманске собрались не только местные юмористы, но и КВНщики из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего 12 команд. Выборка получилась разнообразная. Это студенты, атомщики, спасатели и сборная солянка из опытных артистов. Новая команда «Заполярье», которая вырвалась в первую лигу КВН. В Мурманске в обычный серый день Раскакал по улице олень Он летел над гулкой мостовой Мы его решили взять с собой Вот вам лесной олень, точнее бедро оленье Вот шея и спина, а вот белень оленье Курманская официальная лига является такой основной для нас площадкой, где мы можем проверить материал, где-то что-то новое проверить. Вот мы сейчас будем проверять материал перед первой лигой И уже с проверенными шутками мы поедем штурмовать город Пермь. Станислав и Денис – единственные парни в студенческой команде «Я так больше не могу». Их интересный тандем – бандита, подражающего культуре 90-х и похотливого неприятного типа – понравился и зрителям, и жюри. Мне всегда нравилось вызывать людей улыбку, вызывать смех. Поэтому это что-то, что приносит много удовольствия. То, что это действительно важное событие, показывает то, что в зале яблоку негде упасть, когда проходят эти турниры. Насколько мне известно, через КВН у нас в городе прошло почти 3000 человек. И от школы до средних и высших везде играет в КВН. В следующий этап Мурманской лиги прошли семь команд. Из-за полярья разные люди, шпроты, сборная за Озерска. Спасатели бывают разные, великим быть и уважаемые люди. Впереди их ждет полуфинал КВН. Лада Егорова, Александра Пескова и Максим Чинкин. ТВ21+. Самые спортивные семьи Норникеля состязались в Сочи. В корпоративных соревнованиях приняли участие наши земляки из Никеля, Мончегорска и Мурманска. За звание самой спортивной и слаженной команды в этот раз боролись 23 семьи из Красноярского, Краснодарского, Забайкальского краев, Москвы, Саратовской и Мурманской областей. Состязания прошли в 19-й раз и многие их участники на старты в Сочи приехали не впервые. Малыши подрастают и становятся еще более спортивными, а молодые ребята, маленькие детишки, которые начинают только свою спортивную карьеру в этом замечательном празднике, мне кажется, получают большой кайф. Соревнования разбили на две части. В наземной организаторы приготовили для участников четыре испытания. Самым сложным, по признанию многих, оказалась последняя надувная полоса препятствий, требовавшая не только силы, ловкости, но и слаженной командной работы. Могучим прыжком Сергей Савельев преодолевает это испытание. Но нужно еще преодолеть этот столпотворение, чистокол этих столбов и дальше уже завершать. Прежде всего, конечно, нужно и своих девочек поддержать, помочь им преодолеть эту гору, что он сейчас и делает. Состязания наземной части длились чуть более двух часов, а завершали большой спортивный день водные испытания. По дальней дороге семья Большаковых, вот это очная дуэль, которая была и в предыдущем испытании Большакова, выигрывают у действующих чемпионов. Еще один важный момент не забывайте, детям помогать нельзя, как синхронно работают сейчас Александра и Анастасия Большакова, просто невероятно. Наш регион на соревнованиях представляли семьи сотрудников Кольской ГМК и Мурманского транспортного филиала Норникеля. Большакова из Никеля, Савельева из Мурманска и Рыбачук из Мончегорска стали победителями отборочных этапов в своих городах. Да, это первое, и нам еще повезло, мы у себя в городе заняли второе место, но так как участники первого места, спасибо им огромное, они не смогли приехать, и нам перепало участие как бы в следующем по эстафете. А так мы первый год соревнуемся за первое место. Ну, надо сказать, вы совсем не стушевались, такое ощущение, что у вас колоссальный опыт участия в таких соревнованиях. Зимняя и летняя вот сейчас как бы, ну, надеемся, что дальше пойдем. У нас еще двухгодовая дочка, да, и может потом с ней еще будем участвовать. Такие массовые соревнования, это даже, наверное, не сколько соревнования, сколько такой большой спортивный праздник. Праздник семейный, праздник дружбы и, не знаю, какого-то даже счастья, наверное. Спасибо большое компании Норильский Никель за то, что она организует такие мероприятия, за то, что она дает возможность семьям, кто является работником компании, приехать сюда, отдохнуть и почувствовать себя, ну, знаю, такой большой, хорошей частичкой единого целого. Соревнования «Папа, мама, я. Спортивная семья» в Норникеле проводят ежегодно. От других эти старты отличают многое. Прежде всего, эта история не про достижения, а про совместный, активный, здоровый отдых и, конечно, общение. Петр Широбоков, Илья Комлев, ТВ21+. На Верхнетуломском водохранилище начали сброс воды. Такую процедуру проводят несколько раз в год. Затворы будут открыты еще несколько дней. Сейчас уровень в чаше предельно высок из-за таяния снегов и обильных дождей в регионе. Он вырос на 3 сантиметра, а за последний месяц на все 2 метра. Верхнетуломское водохранилище появилось в 1965 году и считается одним из самых крупных водоемов Мурманской области. Его площадь больше 700 квадратных километров. Сейчас многие компании уходят с российского рынка. Разрывать сотрудничество с западными партнерами приходится и нашим поставщикам из-за нестабильности валюты и сложных логистических цепочек. Однако в этом есть и плюс для покупателей. Остатки товара распродают с большими скидками. Находчивые мурманчане на зиму закупаются летом. В канадской Аляске не страшен самый сильный мороз, а шуба из скандинавской норки не только теплая, но и элегантная. Очень комфортно, качество хорошее, цена приятная. Мне очень нравится, не хочется снимать. Для более теплой погоды подойдет облегченная натуральная дубленка или куртка из тончайшей лосиной или телячьей кожи. Весь этот широкий ассортимент верхней одежды привезли в Мурманск из Европы. В связи с последней ситуацией в мире компания приняла решение полностью разорвать отношения с западными партнерами-поставщиками. Что касается товара уже ввезенного, приняли решение распродать его по всей стране в режиме «Нордическая неделя» по ценам, которых больше никогда не будет, то есть по цене производства. Распродажи начинаются уже завтра и продлится до воскресенья включительно. Посетить ее можно по адресу Ленина 82, вход в отель «Азимут» со стороны остановки общественного транспорта. Что ж, это были все новости вторника. Если вы смотрели выпуск не сначала и что-то пропустили, его всегда можно увидеть на нашем YouTube-канале, пройдя по ссылке на сайте и в соцсетях. Телефон редакции для ваших новостей 400-870. Не забывайте про вайберы WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. О погоде в Мурманской области на среду 8 июня. В Кандалакше до 18 градусов. В Умбе плюс 17-18 без осадков. В полярных зорях до 18 градусов со знаком «плюс». Переменная облачность. В Апатитах местами пасмурно – 17-18. В Кировске чуть холоднее – 16 градусов со знаком «плюс» без осадков. В Кавдоре возможен дождь – плюс 17-18. В Мончегорске без осадков до 18 градусов. В Лавозере также тепло – плюс 16-18. Осадков не предвидится. В Оленигорске переменная облачность. Местами дожди – 16-18. В Никеле чуть холоднее – 15-17 без дождей. В Заполярном – 15-17 градусов без осадков. В Североморске переменная облачность до 17 градусов со знаком «плюс». В Мурманске – солнечно – плюс 15-17. На этом наш выпуск завершен. В студии с вами была Татьяна Куфенко. Увидимся на ТВ-21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин